всем привет меня зовут дюк юсупов и сегодня я хочу показать еще один спектру моей коллекции а конкретно вот эту модель zx spectrum плюс 2 в сером корпусе всю историю моделей zx spectrum плюс 2 я пересказывать не буду в сети полным полно роликов авторы которых успешно с этим справились могу только упомянуть что это была первая модель спектру мы которые выпустила не фирма sinclair и сейчас лимитед а фирма amstrad посол гусар кайф восемь и шестом году продал права на выпуск компьютеров под брендом sinclair поэтому на ней присутствует надпись sinclair они amstrad или вот сзади можно посмотреть например тут написано тоже что-то sinclair выпущена веке то есть в united kingdom то есть великобритании но модели плюс 2 было несколько вариантов но вот только вот первый из них сером корпусе был максимально совместим с оригинальными zx spectrum именно поэтому кстати я его приобрел с покупкой все было интересно я вообще ведь не собирался покупать никакие настоящие спектру мы тем более вот оригинальные на тот момент уже был такой железный эмулятор на основе фпга zx dos plus я про него уже снимал ролик который меня практически полностью устраивал особенно с точки зрения эмуляции спектрума то есть можно там было выбирать разные тайминги можно было выбирать разные модели спектрума там с оригинальными или доработанными позову а с помощью встроенного из x dos cd карты можно было загружать как образы лент так и образа дискет то есть даже с настоящей ленты можно было очень загрузить потому что там был вход под магнитофон не хватало пожалуй только одного возможности подключить дисковод с настоящий физический дисковод а мне скажем так ну очень захотелось сделать именно это потому что у меня у самого в 90-е был именно что дисковод сохранились даже вот те самые дискеты которых я там что-то тогда загружал я целой пачки там дискет остались еще я даже собрался целый стенд на основе пк там с поддержкой фото дисководы и под dos и под windows xp получил возможность в эмулятор загружаться с этих дискет к тому времени там не дисководами разжился то есть вот например 5-дюймовый дисковод у меня в таком вот корпусе под сиди привод работал благо их там на авито много и можно принципе купить и даже рабочие чтобы подключить этот дисковод zx dos plus нужен был какой-нибудь контроллер tr dos а я прикупил подобное у одного чеха рассчитывая на то что контроллер с разъемом zx bass подойдет к внешнему разъемом zx dos plus такой же формы но оказалось как ни странно что физическая совместимость отнюдь не означает электрической то есть прошивка zx dos plus была рассчитана на другие сигналы на внешнем разъеме и получилось что там нет полной совместимости шины zx bass и соответственно с устройствами для нее а я тушь рассчитывал отключив субьилась поддержку дифммс и там насходиться трейлями дисковода на ценно это был серьезный облом и вот он-то и послужил триггером к приобретению оригинального спектра поскольку в нем был тот самый нужный для контроллера дисковода разъем zx bass сначала я пытался отыскать что-то на импортных функционах типа ebay ведь на них то этих оригинальных спектрум и ход поруди благодаря англичанам однако как оказалось что именно там купить их не так-то просто но если вы конечно не выложите сразу там кругленькую сумму фунтах аукцион на ebay устроен специфически вот забирает тот кто сделал последнюю ставку последний момент и ставка последний не сдвигает этот срок который могут и прореагировать на сделанную ставку перед тобой просто не имеешь возможности время заканчивается вот и с доставкой все тоже крайне непросто приходилось уточнять у всех продавцов отправят ли они эту посылку в россии ну и стоимость доставки не тоже иногда была сравнима с ценой улота у меня уж молчу вообще о том что большинство до продавцов еще продавали как есть то есть просто покупаешь кота в мешке и по факту можно было нарваться на неработающий экземпляр например а чинить подобное я тогда вообще никак не умею если даже кто-то рассказал что мне придется этим заниматься я бы она просто у виска покрутил я отобрал спектрум чтобы играть на нем они в него частью поменялось я чаще вижу спектрум в разобранном состоянии нежели собранным на готовом к употреблению поэтому свой первый оригинальный спектрум я сумел раздобыть только на авито искал и тогда модели как раз которые были совместимы с этим контроллером дисковода то есть это были там любые модели 48 там 128 то есть тертом или как раз плюс 2 серый последний ты мне попался продавец уверял что все в рабочем состоянии даже магнитофон вот когда он ко мне прибыл я подключил его телевизор еще тогда пантенному кабелю и загрузилась прилагаемые кассетки какую-то игру то радости моей не было предела все работало но пока до тех пор пока я не попробовал поиграть в эти игры и обнаружил что практически любое нажатие на пробел или вот любую там кавишу из этого ряда она сбрасывает игру происходил сброс и все он приходилось начинать сначала это было фиаско этого я не ожидал ну конечно можно было играть например с внешней клавиатуры а я как раз себе сразу же заказал плату для подключения ps2 клавиатуры как только обнаружил этот неприятный игрок но зачем же покупал оригинальный спектрум с такой замечательной клавиатуры что потом играть через внешнюю клавиатуру то есть ну вообще непонятно можно было купить современный клон с шины zx bass и он был бы вошелся бы раза в два-три дешевле наверно но поскольку найти мастера который отремонтировал бы в моем городе данный экземпляр было бы наверно невозможно мне пришлось самому пытаться что-то с ним сделать поскольку не особых знаний не инструментов у меня тогда не было пришлось действовать единственным доступным не способом методом тыка то есть менять все компоненты подряд просто рассчитывая на то что рано или поздно я заменю именно глючный компонент и все станет хорошо вот это заняло у меня больше года включая конечно заказы ожидания новых там запчастей но зато все это позволило прокачать мои навыки пайки и вообще больше погрузиться в этот увлекательный мир спектрунизма поменяв уже конденсаторы транзисторы диоды чип даже увая поменял а в итоге оказалось что проблем это было в процессоре и вот когда я увы поел и заменил на другой все отлично заработал и с тех пор он меня только радует с точки зрения работы на нем все прекрасно работает любые программы ничего не сбрасывается уже кучу игр у него прошел сама живот данная модель обладает таким корпусом практически в форме пролепипеда наверное да только небольшая скошенная грань где находится клавиатура формы максимально угловатая и из-за чего кстати вот рукам не очень удобно особенно левый который упирается вот этот вот острый угол размер по всем осям тоже довольно таки приличный все как можно видеть и вес тоже весьма и весьма приличный и наверно в основном еще из-за встроенного магнитофона ну по поводу магнитофона принципе идея вполне себе здравая добавить магнитофон в корпус самого компьютера особенно в европе например да потому что программа в основном грузились именно с кассет диски то там были не особо распространены то есть данном случае достаточно было подключить спектрум к крану какому-нибудь там телевизору например там подать на него питание и вот уже все работает загружай игры игры себе это удобно вызывает вопрос только разве что скорость на загрузке потому что если игры например до 16 килобайт или 48 килобайт ну грузились максимум там две-три пять минут для сто двадцати восьми килобайтовых игр это время могу доходить уже до 10 12 это весьма существенно наверное видимо поэтому уже следующий модель который плюс 3 она выше уже вместо встроенного кассетного магнитофона со встроенным дисководом правда там была специфически очень дисковод со своим форматом дискет трехдюймовым вопрос большой меня к менеджерам фирмы hamster зачем это сделали практически все разъемы у данной модели выведена на заднюю панель тут можно видеть гнездо питания а питалась эта модель от такого достаточно увесистого трансформаторного блока на 9 вольт и 2 ампера нюанс кстати который не стоит забывать что здесь плюс идет на внешнем корпусе штекера питания а минус внутри находится поэтому если заменять например этот блок питания импульсным то надо это учитывать и махнуть местами проводки а я бы с этим рекомендовал заменить его именно и просто блока питания потому что он достаточно сильно греется вот этот блок и даже когда аспектом не работает то есть придется его именно вынимать из питания есть идеал выход он сожалению моно хотя в этой модели у нас уже встроены есть полноценный трехканальный музыкальный чипа игрок наверное момент разработки любых моделей за так спектрум но в то время актуально было только выход на телевизор а там был только один динамик но ничем иным я просто не могу объяснить слияние трех каналов один выход при том что и выход то было сделано столько специфически что работает только с моно коннекторами то есть подсоединить стерео джек то вы получите но скорее все отсутствие звука потому что землю данный выход будет выдавать именно на второй стереоканал поэтому для вывода на обе колонки нужно делать специальный переходник на стерео видео это данной модели может выдавать как рф сигнал для подключения любого тв по формату пал изображение конечно будет цветное но однако качество этого сигнала достаточно низкая так что используйте вот постоянно я просто не рекомендовал зато здесь есть видео выход формате от джи би что позволяет подключить его к любому тв с полноценным с карт в ходом пример вот помощью такого кабеля картинка в этом случае будет идеально но тут есть тоже нюансы которые требуют специфически подготовленного провода и даже может быть доработок в самом спектрами если там захотите сделать именно нормальный полноценный выход есть также входы для цифровой клавиатуры дополнительные и миди клавиатуры оба пропоритарного формата я ими не пользовался так что про них ничего не могу сказать самое главное что здесь вот есть слот zx bass для подключения внешней периферии данная модель имеет слот этот с полным соответствием всех контактов с оригинальными спектрами начиная сорок восьмого чем собственно вероятно и цена потому что позволяет использовать практически всю периферию разработанную за эти десятилетия я просто пока не встречал еще железки которые будучи вставлены в этот слот не заработала бы это весомый плюс именно этой модели потому что вот модели например следующий которые были плюс 2 а там плюс 2 b а также следующий модель плюс 3 они обладают уже несколько иным соответствием контактов этого слота и не вся периферия с ними совместима то есть например мой контроль дисковода с ними вообще не совместим там даже предупреждение идет что они не стоит пихать его другие модели поэтому надо быть аккуратнее приобретение подобных моделей или с сидением к ним разных устройств потому что можно случайно спалить там либо собственно то периферийное устройство либо сам спектр чем бы не хотелось там правая и вот передняя сторона корпуса лишены всяких ходов выходов а вот с левой стороны корпуса у нас еще есть кнопка reset и пара входов для синтез джойстиков данный формат джойстиков не совместим с отари но зато можно сделать переходничок просто вот проводками чтобы их подружить то есть просто по-другому соединяются проводки и все нормально работает и в такой переходник уже можно втыкать например джойстики там фирмы отари и от sega mega drive 2 сама же клавиатура обладает пастиками клавишами то есть она ценная клавиатура не урезанная кавиши снизу подпружинены но по факту у нас внизу находится вот эта вся клавиатура мембрана который отвечает за эти нажатия особенность данной модели что вот здесь впервые убраны все надписи от бейсика 48 и оставлен только несколько это помран вот код вот с моей точки зрения данная кавиатура для спектрума ну максимально удобно для игр нажатии отлично фиксируется степень давления на всех кавишах подобрана очень хорошо я с помощью нее прошел кучу игр потензий к ней вообще некую нет про магнитофон кстати можно вспомнить еще раз по причине того что данная модель как вы наверно уже заметили именно благодаря вот это то чтобы добавленному магнитофону в этой модели отсутствует аудио вход то есть невозможно загрузиться с внешнего аудио источника если встроенный магнитофон у нас накрылся то загружать игры просто было бы ни с чего но на самом деле существует способ добавить аудио вход сделав небольшой мод и которого как раз я и сделал добавив еще один аудиоконнектор на корпус сзади специально для загрузки с внешнего аудио устройства ну а теперь перейдем к натурным испытаниям ну а сейчас мы попробуем немножечко поэксплуатировать данный экземпляр за этот спектром плюс два сейчас он уже подключен к монитору подключение осуществляется с помощью специального конвертера как вот можно видеть такой вот hd-видео конвертер скарт хдмай то есть он получает сигнал по скарту и преобразует его выход хдмай ну и хдмай у меня переключен потом уже переходником на разъем девай это практически представляет из себя на самом деле плату управления неким телевизором которые вот таким образом зашили железную коробочку и продают в качестве способа преобразования сигнала аналогово полученного по разъему скарт в разъем уже хдмай который уже является цифровым это практически самое наверное доступное дешевое устройство которое можно найти там на алиэкспресс дешевле я по крайней мере ничего не видел что более-менее качественно выдавал бы картинку но мы сейчас подадим питание на на спектрум возьмем штекер найдем гнездо на ощупь и вставим это гнездо как раз вот минус всех этих вот спектрумов то что у них почему-то по умолчанию отсутствует кнопочка включения которая была бы здесь принципе не лишняя потому что каждый раз там втыкать и вытыкать там этот штекер это достаточно неудобно я могу сказать что питание употреблять достаточно прилично то есть если например у нас бог питания рассчитан на 9 вольт и 2 и 1 ампера то есть по максимуму получим затраты это в рамках 18 ватт ну а я замерял что употребляет он просто отключенном состоянии 14 с половиной ватт ну а если например еще чтением из магнитофона включить то получается порядка 16 с чем-то ватт на экране мы сейчас видим стандартный меню 128 днем 4 пункта видим что версия bios у нас уже от восемь и шестого года и промаркирована она уже что-то амстрат а не синклер но в принципе это ни на что не влияет это все то же самое стандартный пзл с 28 спектрума мы попробуем часть какую-нибудь игру загрузить меня есть такая вот кассетка и сюда собрал игры компании ретро соус дениса грачева и вот мы сейчас попробуем загрузить одну из самых коротких игр перематываем на начало таким образом работать перематка то есть можно перемотать включаем и нажимаем при поводу этот пункт меню практически аналогичен если мы бы в basic перешли бы 128 и вы написали бы там во 2 кавычки и нажали enter вот нас уже нашла программа joy на кассете загрузился стартовый экран он пустой это черный мигает надпись в ладинг и начинается загрузка блока дамы вот он нашелся и пошли у нас желто-синие линии по их наличию на экране их мельтешению и вот звуководаваемого стандартный аудиовыход мы можем контролировать процесс загрузки то есть нормально он идет или нет я например по слуху слышу что кассета записано не очень хорошо не очень качественно но тем не менее она читается то есть все продолжает загружаться есть там таких страшных ошибок как там которые выдаются потом взять загрузки что там type loading error у нас такого пока нет то есть мы видим что кассета у нас пока что загружается нормально игра короткая поэтому она загружается достаточно быстро минуту с чем-то вот пожалуйста она загрузилась вот бегает наш персонаж управлять мы можем кнопочками 67 или например синклер джойстиком потому что он полностью соответствует этими 6 7 вот такой джойстик включен у меня сейчас переходник сам джойстик конечно же не стандарт а таре мне пришлось его допиливать то есть обрезать эту микросхему которая там находится внутри и приправить проводки напрямую но сейчас можем зато ему спор не спокойно поуправлять собирая такие сердечки в этом мабиринте мы проходим уровне этой игры достаточно простая но интересная игра вот таким способом можно вот играть в игры загруженные с кассет вынимаем кассету убираем их под кассетник пока что она больше не понадобится есть другие способы загрузки игр с того же самому например там магнитофона не используя физические например носители можно использовать вот такие вот кассета обманки то есть вот такую штуку я купил на алиэкспресс у нее есть вот магнитная головка который выдает данные и у нее есть вот такой джек аудио который можно вот тут например смартфон эту кассету запихнуть собственно говоря в саму деку магнитофонную тут единственный вопрос это вот как провести здесь этот провод потому что он везде будет упираться и мешает закрывать сам кассетные дату реку вот вставили мы ее туда вот этот вот шнур пихаем смартфон запускаем на воспроизведение таким же самым способом и запускаем на смартфоне воспроизведение какому-нибудь аудио файла и у нас все загружается единственная конечно есть проблема в этом способе то что у нас будет со мной изнашиваться механизм еще он будет крутить эти вот калки как эти самые кассету которые здесь уже по сути нету и которую нет необходимости крутить ну вот такая штука чтобы от этого избавиться можно конечно вскрыть спектром и вставить прокатку в то место которое у нас будет отвечать за прокрутку всего этого лентопротяжного механизма ну и как я упоминал ранее иного способа загрузить программы вот изначально в этой модели нет то есть есть магнитофон и все даже аудиофод не сделал на данной модели но это можно исправить он достаточно легко выносится заплетел корпуса я показал сначала один вариант когда мы делаем это с помощью магнитной головки которую сажаем сам само устройство но можно сделать ее внешним напрямую подключать нему смартфон и не мучиться вот этими всеми лентопротяжным механизмами и прочим то есть просто минуя полностью сам этот механизм загружать игры напрямую через кабель то есть вот я сейчас беру смартфон беру кабель если меня выведен отдельный вход этот смартфон и вот сейчас я запускаю на воспроизведение игру и здесь она у меня тоже запущена вот пожалуйста у нас найдена программа тонкий ход она воспроизводится и загружается в память тоже игра коротенькая до 16 кб всего поэтому загружена будет буквально за полторы минуты но я даже конечно себе представить не могу что такое грузить вот с такого магнитофона игры по 10-15 минут для 128 кб это наверное какое-то отдельное удовольствие особенно после того как она там не загрузилась например сбросилась во время загрузки ну и терпеть те же самые неудобства когда например у нас игра на двух сторонах кассеты и постоянно предлагает загрузить какие там части и этом или уровне особенно в этом смысле меня поразила игра север и юг когда нужно было постоянно кассету менять местами находить там нужный кусок и запускать его то есть мало того что это ожидание так еще и найти то его непросто я даже в эмуляторе замучился просто пересовывать ему эти кассеты и показывать с какого места ему это воспроизводить а если делать прямо на живой кассете я наверно просто бы это не смогу в нее играть я бы выбесил прямо еще при первых же попытках это сделать ну а сейчас у нас как мы видим заставку продолжается загрузка игры и скорее всего она сейчас у нас будет загружена вот пожалуйста то есть игра у нас загружена спрашивает нас об управлении хотим ли мы кэмстон теперь например нажимаем снова вот опять нажимаем yes вот пожалуйста мы управляем нашим персонажем все замечательно то есть игры прекрасным образом можно загружать и со смартфона напрямую включенного в наш спектрум вот такой маленький мод позволяет это сделать но кроме загрузки игр с магнитофона у нас еще есть другие способы например это загрузка с дискет для этого нам потребуется подсоединить к данному спектруму контроллер дисковода вот например у меня есть вот такой я уже показывал бета диск 128x от чеха к этому контроллеру дисковода необходимо подключить дисковод вот у меня для этого есть вот такой вот монструозный кабель который я сделал для подключения сразу четырех разных дисководов это у нас дисковод A, B, C и D для этого используются разные маленькие переходнички с разной перекруткой их проводков то есть вот для дисковода A у нас вот эти проводки перекручены дисковод B у нас не имеет перекрутки то есть это прямое подключение дисковод C имеет вот такую а дисковод D вот такую перекрутку проводов и таким образом подсоединив этот шлейф контроллера дисковода мы получим возможность подключить дисковод к любой букве то есть A, B, C и D то есть например вот подключая таким прямым шлейфом дисковод вот сюда вот мы получаем что у нас подключенным будет дисковод A а подключив что-нибудь к другому разъему получим другие буквы чтобы подключить сам контроль дисковода к спектру нам нужно спектру обесточить нужно убедиться что у нас контроль дисковода также обесточен потому что питание на него подается отдельно с питанием не стоит его втыкать в разъем ZX-BAS дальше мы находим разъем ZX-BAS и так то просто это сделать на ощупь вот мы подсоединили сам контроллер теперь подаем на него питание и подаем питание на сам спектру вроде бы ничего у нас не поменялось открывается то же самое меню но мы можем войти вот например меню 128-BASIC набрать там команду randomize usr 15600 16 и перейти под программу TRDOS в данном случае это версия 504t потому что таким образом у нас выбраны переключатели на вот этом контроллере можно использовать разные варианты там четыре прошивки есть встроенных и запустив команды run например вставив дискету например RetroSource мы получим загрузку например программы join которую мы только что запускали с магнитофона и вот пожалуйста программа запущена буквально за пять секунд ну чтобы не каждый раз не вводить команду randomize usr 15600 16 можно воспользоваться такой опцией как авторан и сбросив уже спектру мы получим то что у нас он автоматом перейдет меню TRDOS и запустится то есть сразу запускается команда run и вот покажу пример того как релизы которые были сделаны под TRDOS могут быть несовместимы с оригинальными спектрами потому что они заточены под тайминги Пентагона а практически все релизы от Дениса Грачева почему-то делают их именно по тайминги Пентагона вот у нас загрузилась игра пошел звук все вроде нормально и вот тут мы сразу чувствуем что у нас резко замедлилась музыка пытаемся начать игру и кроме этого видим что у нас кроме замедлившейся музыки у нас еще и не работают мультиковарные эффекты вот такая вот штука вот как раз вот для таких случаев нам требуется иметь как раз загрузку с магнитофона чтобы можно было загрузить нормально работающую игру релиз под ленточный образ как раз есть и можно его загрузить и он будет прекрасным образом работать для чего у меня как раз есть вот такие вот кассеты ну так же можно например попробовать загрузить какую-нибудь игру которая требует 128 килобайт я другой диск уже вставил это у нас уже компания Zos Entertainment вот например загрузим вот этот вот вариант игры он уже прекрасно работает под оригинальным спектром здесь нет отдельных релизов под Пентагон или оригинал вот Travel Travel Time часть первая северные огни вот игра у нас тоже загрузилась все вполне теперь можно играть без всяких там загрузок и чего бы то ни было ну пожалуйста сама игра достаточно здорово сделана здесь даже есть анимационные вставки ну и гоночки достаточно такие увлекательные правда пройти не так то просто так вот опять сбрасываем поскольку я выключил кнопочку автозапуска мы переходим в стандартное меню ZX Spectrum существуют и более продвинутые способы загрузки программ на ZX Spectrum например жесткого диска или там с SD-карт это устройство DIF-ID которое поддерживает жесткие диски или устройство DIF-MMC которые могут загружать информацию с SD-карт у меня есть два устройства DIF-MMC одно из них на чипе Xilinx вот такой вот а второй на чипе Альтера на данной модели Spectrum они оба прекрасно работают но вот например на спектрум совместимых машинах отечественного производства почему-то более-менее удовольствие запустить только вот это вот на чипе Альтера другое не работает но вот с этой моделью все прекрасно у него есть две полноформатные SD-карты также есть вход для кэмпстан-джойстика который в том числе расширяет функционал данной модели ведь по умолчанию у нас есть только здесь два сеньга джойстика тут у нас еще появляется кэмпстан ну чтобы его подключить нам нужно опять обесточить машину включить питание контроллер дисковода сам контроллер тоже соединить и вход расширения вставить теперь уже контроллер DIF-MMC теперь снова подаем питание видим что у нас загружается SX-DOS версии 0.8.9 он определил две SD-карты нашел на них файловые системы в файловых системах он нашел необходимые ему файлы для старта и смог загрузиться то есть часть прошивки у нас располагается на чипе энергонезависимой памяти собственно на самом вот этом вот устройстве а часть файлов загружается во время старта то есть он читает их с SD-карты поэтому надо иметь и соответствие и версии SX-DOS которая прошита в это устройство и тех файлов которые располагаются на SD-карте ну благо тут есть возможность загрузить прошивальщик с помощью например там магнитофона и прошить устройство нужной версии я уже дважды обновлял версию с этим проблем у меня не возникло ну после старта мы видим что мы попадаем сразу спектрум 48 минуя всякие меню после сброса мы также попадаем напрямую спектрум 48 мы уже не видим старта SX-DOS это нормальное состояние то есть все у нас нормально работает нажимая кнопочку мы попадаем теперь в меню то есть то программа которая у нас установлена в SX-DOS для старта в данном случае это программа Browse и вот в этом просмотровщике мы можем бегать по каталогам по его системе FAT там 16 и 32 и загружать разные программы вот например мы можем загрузить программу Exxon вот мы раз только нажали то она тут же запустилась то есть не требуется ни загрузки с магнитофона ни с дискет у нас все прекрасно стартует прямо отсюда вот мы можем немножечко поиграть например мы проходим первый экран потом нажимаем кнопочку снова NMI опять попадаем в меню и теперь мы можем нажатием кнопочки Shift-S сохранить наш прогресс например в файле Exx у нас идет сохранение этого файла это идет у нас снапшот который сохраняется у нас в файлике Exx.snar то есть это 120 кб снапшот и в следующий раз мы можем его загрузить для продолжения игры вот например я сбрасываю спектрум захожу снова в меню NMI открываю этот файл и мы оказываемся как раз уже в следующем экране который мы прошли да кто-то может сказать что это такой читинг для прохождения игр с моей точки зрения это просто помощь игроку особенно в тех играх где разработчики не заложили никаких сохранений там ни магнитофона ни дискеты ни специальных кодовых фраз для начала с нужного уровня то есть и которые предподразумевают что мы должны каждый раз игру проходить с нуля то есть на мой взгляд это не честно уже с точки зрения как раз разработчика то есть надо все-таки длинные игры каким-то образом разбивать для прохождения более удобно а не заставлять игрока мучиться проходя его с нуля там сто сто пятьдесят тысяч раз это такой способ сохранения данных просто экономит нам время не позволяя его терять и производительное совершенно также можно файлы здесь удалять shift e потом y yes все файл у нас удален то есть это получается у нас полноценная файловая система выход из нее осуществляется по кнопочке brick обратно в игру также есть набор команд которые начинаются с точки например точка browse открывает там то же самое меню которое мы попадаем по нажатию кнопочки nmi а нажим точка s отображает нам список файлов где мы сейчас находимся вот пожалуйста то есть вот такое вполне себе полноценная операционная система ну и с моей точки зрения данное периферийное устройство максимально удобно заточено под современное использование вот таких вот оригинальных железных спектрумов потому что оно добавляет туда функциональность стимуляторов которые до этого мы могли использовать только на пока а теперь вот пожалуйста эта функциональность уже появляется и на настоящих оригинальных машинах это очень удобно ну так же для порта расширения существует множество разных других устройств например у меня есть еще вот такой контроллер клавиатуры куда можно подключать из 2 клавиатуры пользоваться ей я уже говорил специальные контроллеры для вывода изображения например на VGA или HDMI которые сами строят изображения не пользуясь аналогом выводом самого спектрума контроллеры которые добавляют сюда чипа игрок или там например еще более навороченные аудио устройства добавление разных джойстиков я уже показал что есть Camston можно также добавить другие типы джойстиков сюда но на мой взгляд вот самое необходимое устройство сейчас это конечно вот DiffMMC без него сейчас очень тяжело использовать всю эту библиотеку игр, которая есть а так вот скачал сон залил на SD-карту и тут же пользуюсь очень удобно ну а теперь приступим к вскрытию на самом деле я уже конечно же разобрал его чтобы не тратить время на ускоренную перемотку для вас вот такие вот шесть болтиков соединяют верхнюю часть корпуса с нижней внимательные могут заметить на корпусе вот такие вот белые точечки это точечки не просто так появились если закручивать сильно винты получается именно вот такой вот эффект поэтому очень надо аккуратно закручивать данные болтики привез до меня ну вот как факт то есть при разборе снимается с края крышки и еще вот эти вот два болта после этого надо очень аккуратно поднять верхнюю часть кривиатуры потому что она у нас как видно соединена шлейфами клавиатуры с нижней платы то есть дергать ее не надо шлейфы короткие их можно повредить аккуратно их отсоединяем после этого видим что мы упираемся теперь в шлейф подсоединяющий магнитофон аккуратненько тоже его снимаем и можем уже крышечку откидывать у меня тут еще есть дополнительный провод для стерео мода который я добавлял но сейчас тоже можно убрать ну вот мы убрали теперь клавиатуру и освободилась у нас плата данного компьютера видим здесь версия внизу написано Z70700 версия 1 то есть это версия первая но вот эта вот редакция уже давно не первая то есть это одна из самых последних редакций вот этой платы по-моему новей я не видел ну и схемы на эту вот именно редакцию я не смог получить нигде то есть есть версии на более старые варианты а вот на эту нет только какие-то куски попадаются иногда по размеру можно видеть что эта плата не особо там больше там ZX Spectrum 48 она прямо таки занимает всего лишь по сути дела здесь даже чуть больше половины корпуса вторую половину корпуса у нас занимает магнитофон магнитофон у нас достаточно большой и тяжелый это плата магнитофона отдельно здесь и сам магнитофон ну и клавиатура тоже тяжелая она тоже стоит на металлическом каркасе и тоже приличная весить я часто встречал такую информацию что вот данная плата схематически очень похожа на своего прародителя ZX Spectrum 128 тостер но на самом деле если вот поглядеть просто на саму плату на PCB так сказать да то можно видеть что она конструктивно вообще не совпадает с ней здесь все по-другому переделано здесь по-другому расположен основные микросхемы здесь по-другому расположен чипы памяти ну и соответственно вся разводка тоже другая и даже выходы все по-другому расположены как я сказал уже размер платы здесь небольшой вполне себе подходит даже под ZX Spectrum 48 а все почему а все потому что здесь мелкой логики почти на плате нет здесь всего лишь несколько микросхем мелкой логики а все остальное у нас это крупные чипы это чипы которые сделаны были специальным образом проприетарно под данный вариант Spectrum и можно тут разглядеть несколько штук во-первых это чип это по сути дела я бы сказал так сопроцессор то есть отвечающий чуть ли не за все там за выводы графики и авиатуру и за звук и прочее прочее это основной чип это по сути дела чипсет данного компьютера есть процессор его можно здесь видеть это зайок сейчас установлен по умолчанию у меня до этого стоял другой процессор фирмы NEC то есть японский вот мне пришлось как раз его выпаивать и заменять на зайок рядом с процессором у нас расположен чип который отвечает за постоянную память то есть ROM или PZU он должен помечен здесь как Amstrad 40.054 то есть как будто это какой-то непонятный чип неизвестный но по сути дела это именно PZU дальше у нас расположен музыкальный процессор это у нас чипа Y который у нас версии 89.12 то есть не 89.10 которая обычно ставилась полноценная сороконожечная а сокращенная 28-миножечная версия более скажем так современная видимо сюда ее поставили из соображения экономии место именно на самой плате здесь есть также специфический чип который я так и не понял что он точно делает ну судя по схеме это мультиплексор который отвечает за взаимодействие с чипами памяти с чипом UWA и есть еще пара интересных чипов это чип у нас который отвечает за прием данных от джойстиков и их обработку это вот у нас Amstrad 40.057 тоже помечены как будто некий чип Amstrad хотя на самом деле это другой чип просто перемаркированный и чип TA-2000 который отвечает именно за вывод видео изображение то есть он тоже обрабатывает и выводит уже на экран еще здесь есть такой интересный чип который находится вот здесь это программированный чип чип программируемой логики так называемый там PAO там разные варианты есть он отвечает как я понял чтобы когда у нас процессор там и чип UWA взаимодействие с памятью видео памятью они каким-то образом друг друга не трогали но вот именно в этой версии компьютера был допущен программный глюк и этот чип у нас вызывал такой эффект который западные скажем так пользователи назвали как эффект снега или эффект дождя то есть на экране появлялись какие-то полосы и иногда даже происходил сброс компьютера поэтому здесь он сейчас заменен на другой чип когда ПАТА попал ко мне она имела совсем другой набор конденсаторов здесь то есть это были конденсаторы которые на плате лежали сейчас они у меня стоят стоечку вот пришлось мне их заменить это первый этап ремонта который я предпринял когда понял что у меня происходит сброс компьютера по я выпаял все те конденсаторы которые были на этой плате подобрал к ним аналоги и запаял все это дело обратно плата кстати стала работать чуть-чуть стабильнее но от глюка я не избавился правда он стал теперь происходить не сто процентов а примерно там девяносто восемь процентов случаев из ста дальше я уже думал что же мне после этого поменять я начал теперь по все плате пробегаться уже с мультиметром проверять что он там выдает оциограф у меня не было и вот мультиметром я просто замерял какие-то точки на микросхемах там на выходах там и прочее прочее обнаружил что у меня на некоторых выходах вот здесь вот вместо 12 положенных вольт наблюдается 8,5 тут я подумал что у меня может какая-то проблема именно с питанием плата и поэтому у меня возникает глюк и я решил заменить здесь все транзисторы которые я смогу заменить заменить их на самом деле было бы не просто потому что все транзисторы много тут распихнут на плате раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь штук примерно они все достаточно уникальные то есть в продаже их сейчас не найти их надо искать подбирать какие-то аналоги хорошо что я наткнулся на статью хорошую где написано было какие собственно аналоги можно купить я их как раз закупил долго ждал все и потом поменял уже все по одному ситуацию с напряжением это исправило то есть вот на этих вот дорожках которых необходимо я получил плюс 12 вольт вместо 8,5 и все остальные кстати говоря тоже напряжение ну теперь выровнялись и показывать то что надо то есть не там какие-нибудь там четыре там и семь там четыре восемь например там где нужно было плюс пять там показывал именно сейчас плюс пять но это к сожалению опять же не помогло мне для ремонта данного компьютера то есть стало лучше но проблему не исправила опять же тут как раз я на радио уже видео выход стал он работать без боев после этого я уже не знал что делать иначе уже просто методом тыка ну понятное дело что например там какие-нибудь резисторы там на плате менять особо смысла нет они практически никогда не выходят из строя это очень редкое явление для очистки совести я там прозвонил большую часть обнаружил что все они работают то есть ни один из них там не показывал мне там ни нулевого сопротивления ни бесконечного все было хорошо тогда я уже подумал может быть даже керамические конденсаторы попробовать заменить по крайней мере они почти ничего не стоят и изменять их достаточно просто то есть поменял керамические конденсаторы на всей плате потом начал уже проверку диодов с диодами достаточно все непросто желательно хотя бы этим краем выпаять из нее но я чисто визуальным осмотром даже нашел несколько коснутых то есть там был вот этот слой испорчен верхний то есть трещины какие-то были я на всякий случай тоже поменял все что нашел ну по крайней мере те диоды которые я проверял вот которые шли именно с клавиатуры на ULA чип после этого я уже начал грешить на чип пула вот он здесь находится под каким-то радиатором алюминиевым ну смысл на самом деле в радиаторе особо никакого нет не так уж сильно греется этот чип у меня процессор на тот момент грелся больше просто я на это внимание воротил я просто потрогал ну горячий горячий поменял чип пула это на самом деле оказалось операция достаточно сложная не сколько по самой замене потому что чип он изначально сидит в кроватке а сколько потому что достать ну свежий скажем так или там гарантированно рабочий чип пула невозможно то есть это возможно только снять его с какого-нибудь неработающего спектрома при этом заведомо зная что сам спектром работает ну поискав в просторах интернета оказалось что гораздо проще купить реплику то есть сейчас производится такие платки на которых есть чип fpg и по комикси линкс например там и заменить его то есть я такой нашел заказал ко мне ко мне приехал я его вставил обнаружил что компьютер работает но проблема к сожалению скавиатуры не пропала тут я уже совсем отчаялся потому что непонятно вообще теперь было что менять вроде все поменял не мультиплексор этот явно я бы не смог заменить мне вообще не удалось нигде найти в продаже осталось проверить уже только вот собственно говоря сам процессор как раз тогда мне еще на форуме подсказали что возможно это проблема из мало нагрузочной способности этого процесса ну пришлось выпаивать процессор тогда у меня как раз уже появился лово отсос им гораздо все бодрее пошло выпаил и этот процессор с огромным трудом потому что первый раз она выпаила такую огромную микросхему из платы да тем более очень не хотелось ее повредить то она конечно плата в хорошем качестве сохранила все но все равно первый раз всегда стремно в итоге выпаил микросхему запаял кроватку посадил уже в кроватку чип который я купил на алиэкспресс и как ни странно но все стало работать нормально то есть эти проблемы которые у меня были при сбросе прошли то есть вот оказалась проблема именно вот в этом чипе NEC причем вот в других компьютерах которые у меня есть спектрумах он прекрасно работает с ним вообще никаких проблем нет куда я только не вставлял его и там и в Пентагон и в Дельтуэс все замечательно работает в чем проблема именно здесь мне непонятно ну а теперь перейдем к тем доработкам которые я сделал уже после того как починил данный компьютер ну одни из первых доработок которые пришлось сделать это доработки в части видео выхода от этого от GBM тут на самом деле все не так то просто везде конечно написано что вот там есть провода продаются там вот видите вот для этих видео выходов что подходит там для ZX Spectrum 128 там плюс 2 плюс 2 там и так далее на самом деле все не так если посмотреть например на схему которая у нас предлагается вот для такого провода для спектрум 128 мы увидим здесь вот такую картину сигнал bright то есть яркости через диоды и резисторы также подмешивается к красному зеленому голубому цветам и выводится потом в итоге на разъем SCAR и те провода которые я купил я два провода покупал у них в обоих была такая вот ситуация они были распаяны вот так вот когда я их у себя подключил я обнаружил наличие у себя в спектруме не 15 цветов так полагается а 16 то есть у меня еще был один цвет так сказать серый то есть это был яркий черный цвет я сначала тоже не понял в чем проблема думал что-то может неправильно спаяно например там в этом проводе там еще какая-то проблема может у меня в спектруме проблема есть в итоге выяснилось что на самом деле в этом спектруме вот я кусочек смог найти именно видео выхода именно для этой модели что именно в этом спектруме у нас сигнал bright уже подмешивается через те же самые диоды и те же самые резисторы сигнал красного зеленого и синего то есть вот пожалуйста они все здесь соединены и выведены на штекер то есть оказывается нам сигнал bright совсем не нужен уже в разъеме с карт то есть он уже в компьютере подмешан заранее вот так вот получается такая интересная штука дальше что еще интересного здесь оказалось по этой схеме по этой схеме оказалось что соединить нужно уже получается без всяких у нас сигнал bright напрямую соединяются красный зеленый голубой но проблема была именно с включением самого сигнала jb то есть когда я втыкал его вот свой переходник под хдмай там да или там телевизор у меня не происходило переключение на это сигнал оказалось что нам требуется подать еще на восьмую ногу плюс 12 вольт чтобы у нас приключился этот телевизор и еще оказалось что вот для этого переходника под хдмай вот нам прямо таки вот необходимо вот здесь иметь пониженное напряжение то есть не 12 вольт по-моему там опять что ли и 7 не помню точно которые прошли здесь через понижающий транзистор вот и вот когда таким образом я собрал себе провод у меня в принципе все заработало единственный вопрос встал конечно вот как получить эти плюс 12 вольт то есть где-то в интернете там на видео или там в статьях я иногда читал что ну сюда можно крону подвесить в принципе для получения с нее там плюс 9 вольт этого достаточно действительно можно сделать так то есть если вам не мешает батарейка там двигающийся на проводе то вполне себе это допустимо но когда я разбирался еще с этой схемой вот именно видео выхода на самом компьютере я обратил внимание что плюс 12 вольт у нас выдается как минимум в двух местах вот здесь и вот здесь но в обоих случаях они у нас здесь разомнуты перемычками то есть перемычка ук 2 и ук 3 они разорваны поэтому не поступают на сам выходной сигнал а если посмотреть внимательно то разомкнуты они в двух случаях то есть у нас в одном случае выдается сигнал от CVBS это по сути дела у нас просто идет компонентный сигнал и вот он по умолчанию выходит на циферку 1 но если мы перепаяем перемычку LK4 на LK2 ну мы потеряем цвет сигнал собственно говоря цветности мы не сможем выводить например с нашего провода компонентным сигналом подключения так то теоретически можно подключить один проводок и вывести цветной сигнал на монитор качество конечно будет не актив чуть лучше кстати говоря чем с RF сигналом но все равно не актив но терять эту возможность не хотелось когда я посмотрел на второй сигнал плюс 12 вольт я обнаружил что он делит один и тот же выход сигналом вертикальной синхронизации но если посмотреть внимательно на схему подключения с карту мы видим что здесь у нас этот сигнал Vsync в отличие от того же самого CVBS вот пожалуйста который используется он нигде не задействован то есть вот вполне можно отрезать перемычку LK1 переставлять ее на LK3 и у нас на пятом выходе вот этого разъема появляется необходимый нам плюс 12 вольт что собственно и было проделано то есть перемычка просто выпаивается и переставляется на другую точку то есть это специальным образом вот зашитая возможность разработчиками платы точно такая же ситуация оказалась звуком то есть если мы посмотрим здесь у нас аудио также проходит с перемычкой LK8 которая разомкнута а параллельно ей у нас как раз идет сигнал Bright на перемычке LK7 как мы понимаем сигнал Bright нам теперь вообще не нужен то есть можно эту перемычку опять же с LK7 снять и на LK8 переставить тогда мы получаем что у нас на третью ножку этого выхода попадает аудио ну да конечно аудио моно но в принципе для телевизора моно вполне достаточно и вот таким способом спаяв это вот все добро выведя туда 12 вольт звуком саунд взяв как раз вот отсюда аудио сигнал выведя его и направо и налево мы получаем тот самый нормальный переходник с вот этого вот разъема на скарт ну а потом скарт соответствующим образом можно втыкать либо прямо уже в телевизор либо в монитор либо например какой-нибудь переходник вот который я его показывал обнаруживаю также интересная штука вот этот когда у меня выдавался сигнал на блэнкинг с пониженным напряжением вот это прекрасно работало в этом переходнике когда я подключил к телевизору одному из двух который у меня был вот один из двух у меня начал глючить именно вот здесь иногда срывалось изображение просто дергалось убрав опять же это вот соединение у меня на нем соответствующим образом перестало дергаться зато у меня стало срываться изображение на переходнике на HDMI то есть оказалось мне потребуется два провода пришлось мне иметь два провода один для подключения к переходнику другой для подключения непосредственно моему телевизору вот такая ситуация здесь подключением и выводом видео сигнала после налаживания выхода видео сигнала я решил заняться аудио здесь к сожалению по умолчанию но вот этот вот выход у нас выходит моносигнал существуют способы скажем так навесным монтажом получить то что нам необходимо есть даже платки разработанные для подпаивания прямо вот к этим сигналом этой микросхемы и платы продает например компания by the light качал даже вот такой вот схему для подключения после чего понял что я не хочу покупать у них эту плату отдельную я могу сделать это сам потому что здесь требуется всего лишь некоторое количество сопротивлений 4 конденсатора и кучка проводов все из больше ничего не требуется то есть с микросхемы снимаются вот эти вот необходимые контакты то есть abc это у нас трехканальный звук но из еще с типа у а у нас снимается пара пинов это 34 35 пин у нас это для выхода звука который идет у нас бипера и с магнитофона таким вот образом выведя все вот эти вот сигналы из такой провод я подпаял его снизу вот к этому чипу и к этому чипу я его сюда здесь соединил и вот здесь уже сделал разводку то есть вот здесь особенность этого этой схемы есть то что здесь есть разные перемычки это не отмечены как св-р-1 св-р-2 здесь можно переделать стерео выход на например а cb формата на формат abc то есть просто пыль 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 вот так вот эти перехранители перевернув ставь по-другому можно переделать стерео выход ну и все здесь я завернул в изоленту и в принципе вот это буквально на одном проводе висит потом этот провод подсоединяется еще к одному штекеру которая вы его наружу я получил нормальный хороший стереозвук с проблему с этим у меня никаких это не вызвало делается на чем быстро и просто но это вот что касается именно аудио выхода как я уже говорил вот этот вот чип глючный чип дает нам эффект снега этот эффект снега реально мешает играть в некоторые игры причем этих игр достаточно много как мне показалось то есть я нарывался не раз и не два и этот конечно эффект надо устранять для этого тоже чип этот выпаивается и заменяется каким-то аналогом этот аналог я покупал как раз у компании by the light ним него прислали я выпаял запаял кроватку вставил чип и все стало отлично эффект снега пропал сбрасывание исчезли опять же вот эту доработку рекомендую выполнить наверно всем кто обладает данной модели запек спектрум ну только разве что не тем кто прямо вот стоит полностью за аутентичность и не вмешательство в оригинальную схему если например просто пользоваться это он реально мешает этому надо это менять и доводить до рабочего состояния то есть это не просто какая-то там особенность там да это просто ошибка тех самых разработчиков которые вот писали прошивку для этого чипа кроме этих доработок я выполнил еще одну доработку связанную с магнитофоном как я уже упоминал ранее поскольку в данной модели был встроен уже магнитофон и если например он у нас испортился то получить с него сигнал какой-то был бы невозможно то есть входов для аудио здесь не было вот только один магнитофон и все то есть просто подсоединить например там кабель какой-нибудь аудио смартфона вот этот разъем не получится как я понимаю уровень будет низкий и мы звук не получим но если обратить внимание что у нас на этой плате уже есть принципе транзистор там не можем где-то набирать глубине и подпаяться к земле ну тут земля тоже видно на этой плате земле и к этому вот коллектору этого транзистора то собственно говоря мы получим все что необходимо вот таким образом я сюда вывел дополнительный разъем аудио вход сигнал поступает сюда и дальше уже через эту схему он поступает в компьютер то есть вот сюда попадает уже и даже не требуется включать магнитофон ну для тех кто не хочет ничего здесь менять в принципе существует способ который тоже показывал это кассета и тут тоже есть основная небольшая особенность если вы просто сразу запихните специфическую кассету которая с этой магнитной головкой будет вам транслировать звук например со смартфона то вам потребуется прижимать кнопочку play чтобы эта магнитная головка кассеты была прижата магнитной головки здесь и тут есть проблема то есть получается включается лентопротяжный механизм и у нас изнашивается собственно говоря весь этот механизм чтобы этого не допустить можно сделать очень простую вещь вот здесь если мы посмотрим когда мы нажимаем кнопочку play нас вот эти контакты соединяются и этим они скоро запускают собственно сам лентопротяжный механизм то есть можно между этими контактами например ставить какую-нибудь там бумажку там или пластиковое что-нибудь даже . за ленты и все то есть нажать его же на эту кнопочку у нас не замыкает эти контакты и все у нас будет хорошо то есть лентопротяжный механизм подносить кнопочки play не стартует тут еще вспомнил интересную штуку вот связанный вот с этим вот музыкальным сопроцессором как я уже говорил здесь чип у нас используется 8912 они 8910 чипа игрок ну и получается что при например если у вас выйдет из строя именно этот чип то найти замену ему достаточно сложно и достаточно дорого почему то вот именно 12 версия стоит дороже чем 10 я тут чисто ради интереса взял попробовал собрал такой переходник плату я не нашел переходников хотя такие есть можно в принципе саму заказать и изготовить можно было что вставить некую платку а на платку уже собственно другой чем более большого размера я посмотрел что можно просто взять и вот сделать вот такой вот страшную конструкцию я собирал ее из трех панелек то есть нижняя панелька вставляется в панельку которая есть на плате таким вот образом а вверх уже устанавливается чипа игрок при этом у нас на плате место достаточно то есть под клавиатуры место еще есть и все вырезает и вот таким вот немудренным способом буквально говоря часть у нас контактов напрямую проходит часть контактов соединяется так проводками получается изготовить такой переходник как ни странно это работает так что можно и такой способ использовать например в случае выхода и из строя вот этого чипа если не хочется искать именно вот аналогичным вот с этим вот чипом который отвечает за обработку сигналов от двух симптом джойстиков у меня выше одна такая накладочка я по всякому экспериментировал с подключением разных джойстиков вот к этим вот разъемом у меня был переходник который сделан бы по датаре джойстик я туда пихал все что у меня было под руку то есть все виды джойстиков которые у меня были то есть всякие там 16-битных там консоли там у меня был беспроводной джойстик и вот по ходу я вот этим беспроводным джойстиком просто случайно вставил его вот в этот разъем просто спалил часть этой микросхемы то есть это обнаружилось у меня так что меня перестали работать по два направления джойстики я смотрел действительно оказалось что пара контактов то что-то внутри выгорело то есть пара контактов были замкнута на либо накоротка либо не совсем никакого сопротивления не было и поэтому получилось так что у меня вот этот вот разъем по сути дела приказал долго жить с одной стороны то есть но в принципе оставался другой разъем но вот к сожалению вот этот разъем он как раз отвечает за нормальный синтез джойстик который располагается на кавишах 6 до 6 7 8 9 0 а вот этот вот как раз идет от 1 до 5 и к сожалению во всех играх когда выбираешь именно синтез джойстик он подразумевает именно вот этот джойстик они вот этот вот только в некоторых играх можно выбрать синтез 1 там и как он там называется еще иногда и еще тут был нюанс что вот нельзя было просто взять вот такой вот разъем ставить именно вот сюда вот сюда просто не залезал если сюда еще такой разъем у нас более-менее подходил вставлялся в сам корпус вот сюда вот он уже не вставлялся никак пришлось заниматься специфическими вещами то есть узнав о том как это у нас микросхема устроена то есть это вот микросхема на самом деле не амстрата мт 62001 то есть разобрав вот эти все контакты каким образом как это все соединяется и коммутируется оказалось принципе что можно просто поменять местами вот два тут контактика вот этих вот каких-то которые меня выиграли у меня получилось так что управление джойстиком переходила менялась и этот у меня в джойстик опять начинал работать по сигналам вроде бы как вот этого джойстика но при этом он все равно получался работал как от 6 до 9 6 7 8 9 0 они 1 2 3 4 5 и вот таким способом я получил один рабочий выход здесь вот который мне и был нужен вот такая вот штука поэтому не суйте все что попало в разные порты более нет не отключив питание на компьютере очень аккуратно с этим пожалуйста вот принципе все что я собирался рассказать и показать по данному компьютеру еще раз могу сказать что оказался достаточно надежной штукой и сколько ему уже лет он продолжает работать оказалось требуется всего лишь мне замена процессора чтобы он продолжал дальше работать но замененными конденсаторами я думаю он еще долго проработает без всяких проблем и сама плата в хорошем состоянии никаких там следов ржавчины на ней не заметил то прекрасно сохранилась как собственный сам корпус и клавиатура даже клавиатура до сих пор те кнопки прямо так идеально прожимаются хорошо что уже есть у него встроенные джойстики но и опять же спасибо за нормально функционирующий вот расширение запись баз то есть к нему можно ночью подключить разные устройства я показал что уже можно работать с дисководами здесь устройствами диффе ммс то есть диффе ммс вообще поднимают удовольствие от использования данного компьютера на более высокий уровень потому что можно теперь те самые возможности которые у нас были до этого только в эмуляторах такой как например там сохранение снапшотов и возврата к ним там позволяет это проходить игры более удобно в режиме и здесь уже пожалуйста на борту физического спектрума без всяких проблем это работает загружаем игру сохраняем снапшоты при необходимости возвращаемся к ним и так далее таким способом я тоже прошел несколько игр которые просто непроходимые для меня были благодаря тому что их разработчики не позаботились с какими-то сохранениями во время игры там доходами помощью которых можно вернуться к каким-то миссиям потому что и выбрать время чтобы сидеть там и часами там одну и ту же игру проходить меня просто нету таким способом можно как раз это время себе выбрать там поиграть полчасика в день и все-таки игру пройти ну и в целом данный оригинальный спектрум можно рекомендовать всем любителям то есть он как раз максимально совместим со всеми оригинальными спектрами со всеми оригинальными программами по всеми можно сказать расширениями которые выходили вот от разъема zxbass ну и пользуются им как я сказал уже одно удовольствие ну собственно говоря и все спасибо за внимание всем пока